Герой нашего интервью Ильмар Аль-Мухаммедов, генеральный директор Башкирского театра оперы и балета. Родился в 1971 году в городе Ишимбае. Режиссер, драматург, заслуженный деятель искусств Башкортостана. С 2011 по 2015 годы директор Башкирского театра «Кукол». С 2015 возглавляет Башкирский театр оперы и балета. Является старшим преподавателем Уфимской государственной академии искусств имени Загира Исмогилова. Ильмар Аль-Зинович, здравствуйте. Здравствуйте. Лето, как известно, традиционное время отпусков, каникул, театры тоже берут паузу. Но в вашем случае все немного по-другому. В 81-й театральный сезон вы завершаете премьеры оперы «Дон Жуан». Почему июль? Почему премьера? Это получается такой громкий финальный аккорд перед каникулами? Это стечение обстоятельств, потому что мы все живем планами. И чтобы они воплотились в реальность, нужно, чтобы все было готово. И цеха производственные, которые выпускают декорации, костюмы, парики, солисты, оперы, которые учат партии, чтобы все это сложилось в одно единственное целое, то определяется дата премьеры. И поэтому было определено, что мы будем закрываться этим названием. И это будет июль месяц, когда мы все успеем и все у нас будет правильно. То бишь уйдем в отпуск после 15 июля, отыграв две премьеры. Первый день партию «Лепарелла» исполняет Оскар Абдразаков, а второй день партию «Дон Жуана» исполняет Виктор Кравец, оба солисты Мариинского театра. Знаю, что летом артисты театра активно гастролируют. Куда этим летом собирается труппа Башкирского театра оперы и балета? Возвратившись из отпуска, артисты балета у нас в августе примут участие в фестивале русских сезонов в Каннах. Мы представим балет «Байдерка». Три года шли переговоры, три года не получалось нам выехать, но они очень хотели, чтобы Нуриевский балет приехал и показал одну из постановок, в которых солировал Рудольф Нуриев и был выбран и определен спектакль «Байдерка». И вот 25 числа, уже продаются билеты в Каннах, давно уже месяца два назад, будет представлен балет «Байдерка». Республика готовится к большому культурному событию. В начале сентября в Уфе состоится 22-й международный фестиваль балетного искусства имени Рудольфа Нуреева. Вот как сейчас идет подготовка и чем в этот раз готовы удивить организаторы многочисленных посетителей фестиваля? Ведутся переговоры с лучшими танцовщиками ведущих театров Москвы, Санкт-Петербурга. Приедут, конечно же, танцовщики из-за рубежа, ведутся эти переговоры. И изюминкой, наверное, станет то, что всегда мы получали отклики от зрителя, что не хватает гала-концертов. В этот раз у нас будет аж три гала-концерта, и они все будут тематические. У нас будет гала Чайковский, гала Нуреев и гала Григорович на закрытии фестиваля. Ведь именно художественным руководителем нашего фестиваля и идеей создания фестиваля имени Рудольфа Нуреева принадлежит Юрию Николаевичу. Поэтому мы посвящаем ему этот гала, и будет, я думаю, каждому зрителю возможность выбрать и приобрести билеты на то или иное событие в Нуреевском фестивале. Мы ждем с премьерными показами наших соседей из города Челябинска, которые приедут к нам с двумя премьерными постановками, которые они выпустили совместно. Одну из постановок – это Кармина Бурана, где примутся солисты нашего хора. Участие – постановка, которую Челябинский театр осуществил совместно с «Франс Концерт». Они тоже наши партнеры. Потом они представят премьеру этого сезона Анна Корейна. На мой взгляд, это очень интересная работа молодого хореографа Веры Арбузовой. Ведутся переговоры сейчас с Екатеринбургским театром. Возможно, все получится. И мы увидим одну из постановок уже наших друзей. И есть поклонников очень много в Уфе этого театра. Надо отдать должное, что благодаря федеральной поддержке программы «Большие гастроли» откроет наш Нурильский фестиваль «Театр САЦ». Хотя он относится к музыкальному театру для детей, у них полновесная балетная труппа. И они привезут такие постановки, как «Шопиньяна», «Половецкие пляски» и «Шахерезада». Эти постановки в прошлом году были представлены как раз в Каннах. А в этом году будем в Каннах представлять мы Россию. И это достаточно символично. Поэтому я приглашаю всех зрителей на Нурильский фестиваль. Билеты уже в продаже. И их с каждым днем становится все меньше. А вот, кстати, средняя цена билета какая на Нурильский фестиваль? В зависимости от спектакля. На гала-концерт, естественно, подороже будут билеты. Но ценовой диапазон очень доступный. Всем интересно узнать, из чего складывается театральная экономика. Сколько сегодня в среднем стоит организовать фестиваль, подобный международному фестивалю имени Рудольфа Нуреева? Или поставить, к примеру, новый спектакль? Вообще, в какую сумму обходятся театры? Те же самые декорации, костюмы. Окупаются ли эти затраты для театра, оперы и балета? Фестиваль – это в зависимости от аппетитов. Твои идеи пригласить этого солиста, этот театр – все считается. Соответственно, эти расходы ложатся в смету общую. Я могу сказать, что цель моя, как менеджера, самое главное, чтобы доходы и расходы совпали. Вот это самое главное, чтобы не уйти в минус. Ну как, удавалось вот этот баланс выдержать? Конечно, конечно. И в основном в плюсовом варианте. За все эти три года, пока я генеральный директор. А в среднем сегодня постановка в театре сколько стоит? В среднем постановка в театре в зависимости от того, какую форму мы выбираем. Если малая форма, то это где-то, если это одноактный балет, то где-то до полутора миллионов. Если это, допустим, опера, то она всегда подороже идет, потому что это количество задействованных лиц. Это и хор, и солисты. Соответственно, все зависит от масштаба идеи креативной художника-постановщика. Это тоже где-то в районе трех миллионов, где-то так. Ну а большая сцена, она требует больших затрат. Здесь мы уже говорим от сумм, от семи миллионов и выше. Какую долю в бюджете театра занимает госфинансирование? И наверняка есть и спонсорская поддержка. Вот кто вам оказывает спонсорскую поддержку? Вообще интересно узнать, как вы завершаете вот этот 81-й театральный сезон в финансовом плане. Какие итоги? Могу сказать, что все театры в России, так как аналогов в мире вообще нет, у нас репертуарные театры в России, и государственная поддержка осуществляется на уровне исполнения государственного задания. И это все считается, и на это выделяются государственные средства, львиную долю из которых составляет заработная плата. Содержание, коммунальные услуги и производство спектаклей – это уже остаточные статьи, которые финансируются по фактическому расходу. В постановке, естественно, сколько ты заработаешь, настолько ты и поставишь. Спонсорская поддержка на сегодняшний день театру оказывается только в виде правительственных грантов. Пока что этот сегмент рынка не начал в полную меру работать, хотя 1 января этого года Владимир Владимирович Путин подписал закон о меценатстве. Вот как он заработает, вот насколько это будут выгодные рычаги для бизнесменов сотрудничества с театром, это покажет время. Да, ну и про финансовые итоги вот именно этого театрального сезона. Здесь нужно различать финансовый год и сезон. Сезон – это всего лишь полгода финансового плана. Поэтому я могу сказать, что мы идем с плюсом, с опережением. И я думаю, что этот год мы завершим с очень хорошим показателем, примерно 60 миллионов мы соберем. В прошлом году это было 55. Я ставлю всегда себе каждый год плюс 5 миллионов. Насколько сегодня Башкирский театр оперы и балета востребован у зрителя? Есть такое понятие, как заполняемый зал, наверняка вы ведете статистику. И вообще, что сегодня театр делает для того, чтобы привлечь как можно больше поклонников в свои залы? Используя современные инструментарии для того, чтобы подогреть интерес зрителя. И, естественно, это репертуарная политика, построение афиши и ценовой диапазон позволяют нам соблюдать тот стабильный баланс, который мы распределяем в течение финансового года. Для того, чтобы обеспечить этот приток зрителя для выполнения плана. Мы ставим себе план 80% заполнения зрительного зала. И, ну, это не предел. Это не предел, и поэтому всегда нужно стремиться к тому, чтобы этот спрос нарастал каждый день. Поэтому мы используем и внешние атрибуты рекламы, и внутренние, и сарафанное радио, и всевозможный неожиданный пиар. Ход, которым мы, например, для Дон Жуана применили, это проект блогерский, который называется «Семь смертных грехов», который сейчас вышел на страницах социальных сетей. Это интересно. И Раис Габитов, и Владимир Кобзев, и Ульяна Трегубчак, и Артислав Мурзагулов приняли наше предложение и выступили в необычных для себя образах. Потому что Дон Жуан – это комедия, музыкальная комедия, написанная Моцартом именно о страстях человеческих. И как Дон Жуан этими страстями оперирует, и что в конце концов побеждает его. Что сегодня зритель все-таки больше выбирает балет, оперу, оперету, я не знаю, вот эти категории нельзя сравнивать? Нет, зритель на сегодняшний день выбирает и голосует ногами, как я говорю, за то, что ему нравится. Но на сегодня мы имеем интерес зрителя практически ровный, как к опере, так и к балету. Детские спектакли, они всегда пользуются спросом и популярностью, тем более, что у нас такие яркие, хорошие названия, которые всегда украшения любой афиши, любого театра музыкального. На любой вкус все определяет зритель. Несколько лет назад в ходе подготовки к форумам Шосс и Брикс Башкирский театр оперы и балета претерпел масштабную реконструкцию. Позволяют ли сегодня технические возможности ставить сложные спектакли? Конечно, это была отремонтирована полностью машинерия сцены, штанкетное хозяйство, зрительская часть. Это, конечно, огромное подспорье для того, чтобы любой режиссерский замысел был воплощен. Это действительно подарок, и зритель это уже в полной мере оценил, когда сцена может трансформироваться, меняться прямо на его глазах. Это происходит со спецэффектами, которые дают возможность поиграть светом. То есть это все реалии современного театра, которые должны быть. Как выглядят Башкирский театр оперы и балета на фоне своих соседей, на фоне других театров из других регионов? Очень достойно, и нам очень отрадно, что о театре говорят, пишут. К нам стремятся на премьеры приехать ведущие критики. И на международной арене все знают уже, что качество, предоставляемое нашим театром на любой площадке, всегда очень высокое. Чем готов порадовать Башкирский театр оперы и балета своих зрителей в новом сезоне? Здесь мы уже практически определились с названием «Оперетты», которое будет представлено, наверное, в новогодние каникулы нашему зрителю. Также будет балет для семейного просмотра «Конек-горбунок», который ставит знаменитый танцовщик мировой Иван Васильев. Это будет его полновесная работа, двухактная. Интересный сюжет на знаменитую сказку Ершова. Интересная, на мой взгляд, хореография. Все оценит зритель. В планах будущего года это и, конечно, постановка и оперы, и постановка балетов. И мы уже начали подготовку к Шаляпинскому фестивалю. Так что мы определили для себя какие-то контрольные вешки, которые уже являются такими обязательными к исполнению. Зрители, конечно же, ждут не только премьеры, но и, наверное, лаборатории, в которых они смогут принять участие, чтобы лучше узнать наш театр, попасть в клуб любителей театра. Лаборатории – это встречи со зрителями, это обучающие лектор-классы от ведущих критиков, хореографов, режиссеров, постановщиков. Это встречи с ними, это и всевозможные музыкальные гостиные, это и художественные выставки, которые проходят у нас в галерее. Это планомерная хорошая работа, это и флешмобы, которые развиваются теперь с подрастающим поколением. Они тоже активно входят в жизнь театра. И сегодня, когда ты с ними работаешь, с подростками, с детьми, ты понимаешь, что ты вкладываешься в будущего зрителя. Это очень важно. Ильмар Азинович, спасибо за развернутую интересную беседу и ждем вас снова в гости на РБК «Алфа». В свою очередь я хочу сказать спасибо вам и жду вас в театре. Всегда буду рад. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова